Так, нарушаем! В смысле, что я сделал? Ну, вы не наклонились, когда проходили мимо людей, которые фотографируются? Ну, вы же понимаете, что никогда, никогда не помогает. Ах, молодой человек, ну по инстаграм-кодексу так положено. Нагнуться, хоп-хоп, пробежать, типа, все нормально, я пробегу сейчас. Да, и вообще, дайте-ка сюда свой телефон. Может, вы фотографию салюта с дня города в основную ленту выложили. Ага, давайте-ка, давайте. Часто в жизни случаются ситуации, которые не регулируются рамками закона. И чтобы спасти людей от этих незаслуженных страданий, на стражу придут они. Отдел по борьбе с инстаграм-несправедливостью. Девушка, с вами все в порядке? Что случилось? Вы понимаете, у меня охват, у меня цифры. Обычно мои публикации набирают по 5000 лайков, а сегодня 500. Разве так можно? Да, я понимаю, что вы хотите сказать. Да, я выкладывал пост во время максимальной активности в 6 часов вечера. Но это не помогло. Так, 12-ая, тут у нас код номер 3. Повторяю, код номер 3. Погнали, погоди, погоди, погоди. Сейчас. Так, 12-ая, тут у нас код номер 3. А, все, погоди. Эй! Согласно четвертому пункту пятой поправки, мы имеем право пользоваться вашим телефоном в случае кода 3. Благодарим за содействие. Чувствуешь этот вкус справедливости? Да. Ну, только нам нужно поставить еще 4000 лайков, а у меня уже большие пальцы не к черту. И как с этим СММщики справляются? Войдите, пожалуйста, я даже не заметила, как это произошло. Он просто... Вот он! Это он отписался от меня без причины! Кажется, у вас проблемы. Да вы сами-то видели, сколько нас торис выкладывает? Там вон, два пикселя, вот эта вот полосочка маленькая. Видели? Смотрите. Всем привет, хорошего дня! Ну вот, видите, у меня к тому сейчас алиби есть. Я как бы отписываюсь от всех, ну, чтобы там соотношение подписки-подписчиков было там поменьше. Ну, чтобы не выглядеть, как магазин тортов, а так посолиднее, чтобы было как бы... Конечно. Мы больше к вам претензий не имеем, вы можете идти. Ну, а вас, мадам, идут исправительные работы в виде 15-часового просмотра IGTV с Настей Ивлеевой. Чистая? Ты знаешь, так, в последние 10 лет ситуация с подъездами улучшилась. Так, мы не из Москвы, зачем нам эта шутка? Ладно. Он сидит? Да. Не читает. Пора. А что мы ему скажем? Иду, иду. Кто там? А, я Тимур Кизяков, из Пока Все Дома, пришел брать у тебя интервью. Какой Тимур Кизяков? Ого, мое письмо дошло, Тимур Кизяков! Грязные обманщики. Как говорится, скажи друзьям, скажи знакомым, вы обвиняетесь в тяжком нарушении, не читаете сообщений, хотя сами постоянно онлайн. Ооо, а это что у нас? А это не мое, это не мое! А, привет, как, как ты там вообще? Короче. Голосовое сообщение длиной полторы минуты. Что ты за изверг такой? Но не беспокойся, мы найдем достойное применение твоим очемелым ручкам. Сейчас нормально было? Или уже лишнее, пока все дома уже несколько раз повторили? Или нормально? Как считаешь? Я думаю, что нормально, потому что, в принципе, мне кажется, аудитория у нас достаточно такая, что может понять. Всем привет! Это Громкие Рыбы, это конец ролика, но это не повод его выключать, потому что... Розыгрыш! Уууу, соскучились по халяве? Наконец-то! В этом ролике мы показали современных героев, которые помогали людям. Но мы припрятали еще одного героя. Кто первым правильно напишет в комментариях, на какой секунде он появляется, получит 500 рублей на телефон. Ну и напоследок, вы, наверное, думаете, почему так много упоминаний, пока все дома? Ты посмотрите, на что мы записываем звук, а? Ну не прелест ли? Это похоже на камыш. Ха-ха! А вот и нет, это похоже на рогоз. Потому что вот это вот камыш. А вот это рогоз. Вы об этом вообще знали? В общем, подписывайтесь на Громкие Рыбы, ставьте лайки и участвуйте в конкурсе! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!